Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. В Москве начало третьего, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Юлия Егорова, Роман Шахов и наши гости Екатерина Архарова. Замечательная актриса, которую знают и вот сейчас в Италии нам машут, и в России, конечно, мы все знаем. Все там чао, Белла, Белла, чао. Знаем Катю Люлим. Она сегодня у нас в гостях. Ура. Привет, Катю. Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то я до вас добралась. Добрый день, слушатели, радиосмотрители, не знаю, и, конечно, дорогие-дорогие ведущие. Но те, кто нас сейчас не только слушает и смотрит, я думаю, что потрясены, как вы замечательно выглядишь. Да, я тоже думаю, так будет намного проще. Учитывая то, что всех уже сейчас охватила вот эта новогодняя лихорадка, все бегают с выпученными глазами, какие-то подарки, какие-то там огурцы, селедки покупают. И предновогодние закупки, конечно. Да, напитки, напитки. Пробки самое ужасное. И пробки эти измакивающие. Поэтому, да, накупки-то это все такие бытовые, все это приятно. Как проходит у тебя вот эта последняя предновогодняя неделя? Ну, еще учитывая то, что начались предновогодние елки, все это какие-то корпоративы, всех нужно... А тебя можно в качестве кого увидеть на корпоративе? Снегурочка? Ну, это больше, если честно, это какие-то благотворительные корпоративы, которые я стараюсь как-то поддерживать. Да, да, да. Вот так я категорически против выступать на корпоративах, хотя я знаю то, что это для многих, особенно в новогодний период, основной заработок. То есть в качестве ведущей Екатерина Архармонова? Нет, если вот какие-то телеэфиры, то с приогромнейшим удовольствием я соглашаюсь принимать участие. Режиссер говорит, с «Газпрома» позвонили, спрашивает. Да? Потом перезвонили. Поделим, поделим. Потом, потом, потом пообщаемся, да. Замечательно. Вот, поэтому нужно всегда учитывать наши московские пробки, потому что порой доберешься за полчаса в другой конец Москвы, а иногда требуются часы, ты стоишь. А чем занимаешься, кстати, в пробках? В пробках, ну, как правило, что-то читаю, если я с водителем в тот момент. Я не вожу машину уже долгие годы. А в Италии тоже не водишь? Моё вождение прекратилось много лет назад, когда я въехала в КамАЗ. Причём, слава богу, без травм, но всё равно остались какие-то такие неприятные ощущения. Хобия, да, началась? Да, потому что ещё, когда человек находится в таком детском возрасте, в подростковом, было, конечно же, желание порулить, погонять. Да, вот сами права вот это вот получить. А потом, когда уже были и права, и приобрела свой первый автомобиль, желание к вождению почему-то у меня пропало. Потому что в Риме проблема колоссальная с парковочными местами. Скажи, пожалуйста, больше пробки в Риме, чем в Москве? Нет, у них более, скажем так, у них есть какой-то рабочий график. И поэтому любую пробку можно предугадать, когда люди едут на работу и когда возвращаются с неё. То есть итальянцы более предсказуемы, чем мы. Поэтому, конечно, конечно, так же, как... И, скорее всего, вас какая-нибудь копеечка не сломается на МКАДе, да, и не остановит половину кольца, да? Там тоже такое бывает. Бывает, да? Да, есть кто-то в левом ряду, который упорно едет, никому не уступив, не уступая вообще абсолютно. Поэтому там тоже есть свои упрямые итальянцы. Но всё-таки, Катя, ты такая итальянская, итальяно-русская женщина, да? Поэтому, мне кажется, такая расслабленная... Руссо-итальянская нарезка. Руссо-итальянская, да, всё-таки, да. Спасибо за поправку. Поэтому, мне кажется, водить в Москве тут тебе, ну, никак нельзя. Ты такая расслабленная по-европейски, такая, знаешь, жизнерадостная, живая. Наши водители вот с этими каменными лицами. Юлька, я хочу тебе поправить. Я наоборот. Я овен, я очень эмоциональный человек. И тем более, как известно, у нас артистов психика подвижная. Расшатанная. Да, расшатанная подвижная. Это тоже актриса театра и кино. Поэтому лучше нас держать в полном спокойствии. Поэтому я тоже помню несколько моментов, когда я водила машину, сидела за рулём, и когда какая-то ситуация мне была непонятна, или же кто-то подрезал, то, что в Италии тоже я с этим неоднократно сталкивалась. Конечно, я начинала эмоционально сигналить, кричать, открывать окно, возмущаться. А там Чилинта, она говорит, извините. Вот, поэтому не совсем так. Я думаю, что я просто решила поберечь свою нервную систему. Давай к Новому году. Расскажи, пожалуйста, на каком ты сейчас этапе находишься? Ты уже знаешь, что ты будешь готовить, где ты будешь отмечать, с кем ты будешь отмечать, что будешь дарить. И самое главное, знаешь ли ты, что хочешь получить на Новый год? Ну, давай поэтапно. Давай поэтапно. Что я буду делать на Новый год, и с кем встречать, и где встречать, безусловно, я знаю. Это будет происходить. Ну, не буду делать рекламу одного известного ресторана с моим любимым мужчиной. А мы в Инстаграме посмотрим, да. С моим любимым мужчиной. Рыбные блюда и тунец там сюда. Готовить я особо ничего не буду, так как первое число мы только проведем дома. Соберутся близкие гости. У меня для этого припасена уже привезенная из Латвии запрещеночка, скажем так, латвийская копченая рыбка. Шпротики? Не шпротики, это копченые угры горячего копчения. У них же вот эти коптильные, это так вкусно. С поджаренным хлебушком бородинским. Все, 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 с отварной картошечкой. С лучком. С лучком. Сейчас кое-кто от нас отключился и пошел на обед. А у нас как раз, да, как раз обеденное время у самой слюнки потекли, если честно. Поэтому, конечно же, будет присутствовать наш знаменитый фирменный салат оливье, потому что как без него Новый год. А итальянские акценты какие-то добавляешь ты в наш оливье? Ты знаешь, нет. Но, наверное, не колбасой единая. Нет, с колбасой экспериментировала неоднократно и с добавлением креветок, и с копченым лососем. Все это разнообразие, но я склоняюсь к нашему классическому рецепту, потому что, ну, оливье, он и есть оливье наш. Вот, Роман тоже так считает. Он не готов майонез заменять греческим йогуртом. Вот я вам всю неделю советую. Я, если честно, ни разу даже не пробовала. Можно попробовать, но не в новогоднюю ночь. Вам худеньким все можно. Каникулы. Друзья, сделаем небольшую паузу, ну, а потом продолжим. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Екатерина Архарова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим о России, мы говорим про Италию, мы говорим про Новый год, про кино, театр, обо всем. Будьте в нашей компании. Ну, прежде чем мы поговорим про кино и про твои киноработы уходящего года и наступающего, давай все-таки закончим с кулинарной темой, потому что я полистал твой инстаграм, и ты, оказывается, не просто готовишь, а готовишь практически профессионально, выкладываешь видео с поэтапными, пошаговыми рецептами. Мы все-таки класс практически. Причем кухня совершенно разнообразная, начиная от хачапури по-аджарски, заканчивая с сабука капустными пирогами, от цыпленок табака, а какая там корочка была. Слушай, ну, вы понимаете то, что еще не всегда имею возможность все это снимать и выкладывать. Стараюсь готовить довольно-таки часто и действительно получаю огромнейшее удовольствие от всего процесса. Почему? Потому что у меня действительно это вкусно и хорошо получается. Я это делаю с огромнейшей любовью для любимого человека, для любимых гостей и друзей, которые часто у нас бывают в доме. Это такой процесс релаксации для тебя, такой медитации? Скорее всего, да. Когда человек для кого-то, я не знаю, проблематично взять, готовить. У меня очень многие подруги, которые живут, покупают только полуфабрикат, как это по-русски говорится. Очень мало кто, к сожалению, в последнее время стоит у плиты, тратит на это время, потому что действительно и жизнь со своей скоростью не позволяет этого делать. Я, ну, у меня есть семейные традиции, у меня мама такая. Вот, я как раз хотела спросить, наверное, всё дело в родителях. Мне папе безумно повезло. Ну, во-первых, у меня родители изначально, когда мы переехали в Италию, я очень много лет в Италию... В 14 лет тебе было, да? Да. У меня папа имел прямое отношение к ресторанному бизнесу. Вот оно как. Поэтому у меня мама... Вы открывали ресторан русской кухни в Италии? Нет, нас опередили, открыли. И, слава богу, мы не последовали по их стопам, открыли итальянский ресторан. Почему? Потому что ресторан на русской кухне просуществовал совсем недолгое время. Не любят итальянцев. Итальянцы всё-таки националисты. Они пришли, попробовали, посмотрели, что это такое. И пошли всё равно в свои итальянские рестораны. Ну, вот итальянцев можно в этом смысле понять, потому что настолько самодостаточная кухня, что ещё можно добавить? Это да. Во-первых, она здоровая. Во-вторых, богатая кухня, действительно, своим разнообразием. Чем она здоровая? Скажи, вот, пожалуйста, по-твоему. Ну, там нет, как мы любим, мы только что говорили о том же самом салате столичном, нет добавления майонеза, нет жареной картошки. У них, в случае чего, всё это печёное. Или же запечённое в духовке. Что на Новый год? На сливочном масле практически они ничего не готовят. Жирную пищу они практически не употребляют. Ну, вот и в этом и здоровье. Наверное, жарко там есть, это всё такое тяжёлое. Ну, как сказать, для меня итальянская зима порой холоднее нашей русской. Почему? Потому что там пронизывающий вот этот ветер до костей. А здесь иногда бывает минус 25 градусов, и не так ощущается. И всё-таки вот Новый год это в Италии или в Россию? В России. Для меня никакие ни острова, ни жаркие страны. Только Россия, снег, снеговики, ёлка настоящая. И мороз самое главное. Вот она, вот я теперь понимаю, какая там итало-русская. Тут русская женщина, действительно. Юль, когда я приехала первый раз спустя 10 лет, по-моему, в Москву я вернулась, и для меня было, конечно, я приехала на... Подожди, ты 10 лет не была в Москве вообще ни разу. Вообще не приезжала. Увидела колоссальные изменения, конечно же, потому что на то время мэр Москвы был ещё Лужков. Лужков, как Москва преобразилась, как, ну, совершенно-совершенно другой город. Абсолютно. И интернет не был так развит, наверное, следить, чтобы... Ну, во всяком случае, им не так увлекались, и он не был таким востребованным, как сейчас. Вот, поэтому... Ну, я вот сейчас вижу и понимаю, что ты кайфуешь от нашего города, так же, как и мы с Романом. Есть некоторые моменты, которые, конечно же, не устраивают. Это те же самые пробки, о которых мы говорили, потому что предсказать и всё время опаздывать, это... Ну, это очень сложно. Вот Рим тоже прекрасный город, но там всё настолько медленно протекает, жизнь, никто никуда не торопится. На еду, например, они отводят по 2-3 часа. Ты можешь себе представить в своём графике. У нас это непозволительно. Обед в офисе? 2 часа? 2-3 часа. Представляешь, в райдере пропишешь, да, Екатерина Харова требует 2 часа. И на съемочной площадке провели все 24 часа. Вы знаете, не 2 часа, но хотя бы 2 минуты 46 секунд группа «Звери» у нас просит. Давайте им раздрежать возможность, чтобы они выступили здесь в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». У нас Екатерина Харова в гостях. Мы разговариваем об искусстве, о жизни и обо всём, обо всём. Так что будьте поблизости. Я лично под впечатлением от того, какая Катя красотка, пришла и озарила всю студию своей, во-первых, невероятно женской, доброй, позитивной энергией. Юлечка, спасибо. Вот правда. Знаешь, мне кажется, что ты ещё краше даже, чем на фотографиях, чем в своих киноработах. Ой, ну всё сейчас зазнаешься. Реально, реально, да. Роман, заметь, не всем я делаю таким комплиментом. Вообще, просто он наперечёт, понимаешь. Спасибо, очень приятно. Про киноработы заговорили. Мы, конечно, с Романом не можем с тобой не поговорить, как ты в Италии начинала сниматься, как ты поборола языковой барьер, выучила итальянский, договорилась со строгим папой, чтобы он тебя отпустил в это плавание. Ну, папа не такой строгий. Он просто правильный, справедливый. Это две разные вещи. Ну, как это случилось? В 14 лет вы переехали без языка, ты была абсолютно? Абсолютно без языка. Поэтому самоучителем, потому что ещё был такой возраст, когда хочу всё знать, уже кажется. А тем более советские дети очень отличались от сегодняшних детей. Была довольно-таки закомплексованной, очень скромной. И мне давался, конечно, очень сложный язык. Почему? Потому что дети были жестокими. Когда я ошибалась, мне всё время тыкали пальцем, всё время смеялись надо мной, если честно. Я ещё больше в себе не закрылась. А ты ещё, наверное, такая красивая русская девочка. Ну, нравилась всегда. Нравилась итальянским мальчикам. Да, я гадким утёнком всегда росла, расцвела. По сколько лет расцвела? Ну, мне всё время говорили, потому что я какой-то такой... Всё время имела какую-то внутреннюю даже индивидуальность, я не знаю. Всё время яркий характер, скажем так. Вот, расцвела. Ну, там, в Италии расцвела. В 17-18, наверное, я уже стала понимать то, что действительно меня обращают внимание. Глазки начала строить, как и все подростки. Ну, я к нему уже взрослым подростком была. Вот, и... Кто надоумило поступать в киношколу в итоге? Юль, сама, сама, сама. Всё сама, сама. Кино насмотрелось? Как это произошло? Это всегда так сложилось, что мне близкие люди, родительские знакомые, все из мира кино. Я росла, всё время была за кулисами. Пришёл Александр Абдулов и говорит, вот... Ну, вот это желание. Саша тоже сыграл большую роль, на самом деле, в моём принятом решении стать актрисой. У вас был разговор? Мой дядя, мой дядя Эммануил Виторган, который, ну, естественно, всё меня это завораживало, это всё какое-то волшебство. Все были чародеями. Да, все были чародеями, безусловно. А идеи переехать из Италии в Россию и здесь поступить куда-нибудь, там, Щука, Гитис у нас не было? Ты знаешь, нет, на то время не было, потому что, когда я стала приезжать, ну, давай сначала поэтапно, когда я поступила в Национальную школу итальянского кинематографа, это было моё личное решение. Я думаю, ну, если не получится, то, ну, всегда смогу попробовать что-то другое. У меня с первого раза всё получилось. Сразу же ещё, обучаясь, причём мне очень повезло с художественным руководителем, сразу меня стали приглашать на кинопробы. Всё-таки это была такая новизна, русская актриса, русских практически не было ни на телевидении, ни в кинематографе, поэтому я имела спрос. Твоя первая итальянская роль? Роль танцовщицы на дискотеке, это у Джерри Калам был такой известный, он и есть комик, он же и режиссёр. Слова были? Художественный фильм, конечно, это одна из главных ролей. Это четыре истории, которые между собой пересекаются, и вот главная героиня, одной из историй была я как раз. Что были за истории, об этом чуть позже, сделаем небольшую паузу, будьте поблизости. Екатерина Архарова в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Мы уже начали разговаривать о том, какая была первая роль у Кати в Италии, там было несколько... Главная она была? Главная, одна из главных, да. Это, конечно, стимулировало, да, наверное, дало её силы, и ты поняла, что всё, будем покорять. Кинематограф сначала итальянский, или уже думалось и про русский сразу? Нет, на тот момент вообще не думалось о возвращении в Россию, а на тот момент только нужно было, вот, были горизонты, были цели какие-то поставленные, но только в итальянском кинематографе. Ну, тебе есть чем гордиться, ты работала с фантастическими партнёрами, со звёздами, Арнелла Мути, да, и Арнелла Мути, и Киану Ривз. И Киану Ривз тоже была история. Кто впечатлил больше всего, кто чем больше всех удивил? А может, про кого-то мы не знаем ещё, есть кто-то? С Микеле Плачедо мне довелось тоже работать. Это мы в Инстаграме тоже видели у тебя, да. Да, поэтому, нет, проектов действительно было много, действительно есть чем похвастаться, как вы правильно, Юля, как ты правильно, Юлечка, сказала. Вот, ну, чтобы что-то о ком-то конкретно записать. Ну, чему получилось у них, давай так. Чем выше рангом звезда, тем в ней меньше понтов. Вот это я увидела. Этим, наверное, они отличаются от наших звёзд. Конечно, и подыграть. У нас же, наоборот, вот только сыграл где-то в эпизодической роли, уже всё. Подожди, то есть Капитан Катани, он такой простой в жизни, получается, можно с ним пообщаться? Кто, кто вы имеете в виду? Ну, Микеле Плачедо. Конечно, он абсолютно простой человек, абсолютно, да, доступный для всех, для общения. То есть можно было спросить, например, вот, не знаю, как здесь лучше сделать, подскажите. У них нет такого понятия «звезда», что такое «звезда». А что такое «звезда» в Италии? Я вот с этим столкнулась вот здесь, в России, как очень любят употреблять приставку, скажем так, к любому существительному «ВИП». А у нас потому что каждый второй «ВИП». Вот, поэтому я, если честно, вот для меня это до сих пор немножечко непонятно, прожив в Италии. Это работа, как, ну, единственное что, там есть свои плюсы, свои минусы, но это публичная работа. Вот, но она такая же работа, как у всех остальных. Итак, 10 лет ты снималась в Италии, не приезжая в Россию? Ну, 10 лет я просто не приезжала в Россию. Не приезжала в Россию? Да. А потом Дмитрий Маликов. Что заставило приехать? Неужели, да, вот, проигрывал Маликов? Так сложилось то, что Дима со своей семьей отдыхали в Италию, и они решили для предстоящего нового Диминого клипа пригласить итальянскую актрису для съемок. Они увидели меня на плакатах, потому что в тот момент я одну косметическую компанию рекламировала. Потом увидели меня на основном из ведущих, скажем так, государственных наших телеканалов. Они подсели на этот сериал, смотрели, говорят, ой, посмотри, какая симпатичная, интересная девушка, давай-ка попробуем ее найти. Вот, связались с продюсерской компанией, которая выпустила этот фильм, потом они дали координаты. Конечно, они где же не написано, кто, где там и все. Нет, их Лена сказала, потому что меня насторожила у нас. На самом деле, Катюша Копнина, Копнина. Действительно насторожила. Да, говорят, меня немножечко насторожила, но все равно решили как бы пробить. И потом, каково было мое удивление, когда позвонила хозяйка моего агентства, я сказала, Катя, ты знакомый такой? Дмитрий Маликов. А я говорю, ну, конечно же, я его знаю. Я говорю, ну, очень известный у нас талантливый певец, музыкант, композитор. Вот, мне оставили координаты, я связалась с Еленой и поступила вот это предложение. Если честно, от неожиданности я сначала растерялась, даже потеряла дар речи, потому что, ну, это действительно, живя в Риме, не имея, скажем так, никаких отношений ни с кем, тем более ни из мира кино, ни из мира музыки, вдруг поступает такое предложение, я сначала подумала, что это даже какой-то розыгрыш. Потом я прилетела специально для встречи и для знакомства с ними в Москву. Это вот как раз был тот самый приезд спустя долгие годы. Да, нет, я до этого была в Москве, но все равно там, ну, долго находиться не могла, я сбегала в свои, на то время, как мне казалось, родные края, потому что я без работы не могла существовать. А здесь, ну, по театрам немножечко походила, на концерты в какие-то галереи, и все, у меня интерес заканчивался, потому что был дефицит еще общения на тот период. Друзей практически не было тогда. И тогда ты, наверное, даже не могла предположить, что когда-то будешь в таком количестве сниматься в России, так насыщенно. Ну, я этого никогда не мог предположить. Давайте про клип, скажем, «Черный дрозд» и «Белый айс», друзья, если вы не видели клип или видели, но не задумывались, вот как раз это там. Да, замечательный был опыт, да, это первая моя была работа в России. Дружите с Димой с тем пор? Мы общаемся периодически на все праздники, поздравляем друг друга периодически, встречаемся также на каких-то светских мероприятиях. Он большой молодец, в этом году Диму на хайпе, он просто ставит рекорды, вообще делает супер клипы, какие-то классные песни еще выпускает. Дима молодец, очень талантливый и столько лет держится на плаву. Он молодец, да. Да. И все, и после этого мы сидели, разговаривали, мне Дима говорит, «Катя, вот так интересно, вот ты добилась таких громких, хороших результатов в Италии, а тебе неинтересно было бы вернуться в Россию, попробовать построить свою карьеру здесь, на родине?» Мне, я в принципе думаю, да, он говорит, у тебя такая богатая, насыщенная фильмография, с такими значимыми, ну, с такими хорошими, интересными актерами ты снималась. Он говорит, их и в России тоже знают. Ну да. Ну, я в тот момент, тогда приехала, были вот эти вот видеокассеты, еще не было дисков. В ХСК. Да, 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 привезла кассеты, пошла тогда в тот момент самое известное актерское агентство. Вот, ну, что мне сказали, говорят, «Катя, это, конечно, великолепно, ты в Италии известна, популярна, прекрасные у тебя актерские партнеры, но для России это ничего не значит, давай попробуй здесь, с самого начала». И пришлось опять с самого начала все начинать здесь. А тебе вот надо было, да, в России с самого начала? Ну, уперто, еще особенно, когда мне говорят, может, получится, да не получится, да здесь, для меня нет, ну, нет, ну, не существует такого понятия, нельзя, невозможно. Все возможно, было бы желание. Твои итальянские коллеги, наверное, просто за голову схватились, куда она поехала, зачем? Ну, для всех это было неожиданностью, так же, как и для меня самой. Вы знаете, у нас сейчас тоже неожиданность, сюрприз, у нас музыкальный телерадиоканал, и врывается очередной музыкальный участник нашей программы. Это Макс Покровский, это команда «Ногу свело». Песня-то, как аппетитно называется, «Ватрушки». Друзья, мы говорим про Россию, про Италию, про кинематограф. И закончили мы на том, как начать с чистого листа, когда ты уже находишься в таком довольно-таки зрелом возрасте, когда ты в Италии являешься звездой, но тебе вдруг показалось, что тебе мало одной страны, и ты решила покорить Россию. Заново пройти путь практически. Это же великолепно. Ну, смотри, получается, что ты сама пришла в агентство, сама сделала этот шоу-рил, и наверняка чудо не случилось сразу. И последовали сразу же предложения о кинопробах, где я также высиживала, как и другие мои коллеги-актрисы, делала кинопробы. Как я сказала, какие-то имели успех, какие-то нет. Первая роль это была «Каменская 4», продолжение «Каменской». Где я сыграла малюсенькую, несмотря на количество немаленьких съемочных дней. Там было пять съемочных дней. Всё равно роль была эпизодическая в конечном итоге. Страшно было сниматься в России? Нет. А чем страшно? Ну, большое, конечно же, отличие, которое я сразу же почувствовала, это в количестве рабочих часов. Потому что итальянцы работают по французскому времени. Это семь съемочных часов, включая в себя часовую обеденную паузу. То есть фактически шесть. Фактически шесть, да, часов. Здесь же у нас, если ты проработал 13-14 часов, считай, что тебе повезло. Считай, что я не работала, это точно. И, как правило, здесь в России всё-таки чаще снимают. Вот до сих пор у меня нет ответа на этот загадочный вопрос, почему зимой снимают лето, а летом снимают зиму. Вот это здесь закономерность. Лёгких путей не ищем. Это искусство. Расскажи, пожалуйста, как ты стала членом ассоциаций каскадёров? Что это такое? Ну, были трюки, которые требовали физическую подготовку, конечно же. И опять же упрямство, да? Упрямство. То, что да, я смогу, но, к сожалению, в одном кадре мне вот эти трюки, да трюкачилось, как говорится, вышли боком. Которые, ну, по молодости ты на это не обращаешь внимания. На самом деле очень правильно, чтобы каждый выполнял свою работу. Есть специально обученные люди, и вот они должны, конечно, делать свою работу. А не ты для красивого кадра, из-за того, что всё одним кадром снимается, ты прыгаешь со второго этажа, как у меня случилось, очень неудачно приземлилась на копчик, отнялась нога, позвоночник. Это ужас. Но у нас, как в России, всё, чтобы режиссёр был доволен. Да, да, да. Это очень неправильно, как говорят, избытки производства, это неправильно. Вообще абсолютно почему? Потому что вот эти травмы как раз с возрастом, с годами дают о себе знать. Вот. И Саша Иншаков, так как он является президентом Ассоциации каскадёров России, пригласил меня сняться в его полнометражном художественном фильме «Мальтийский крест», где мне тоже предстояло потрюкачить, но, так как вспоминался, конечно же, плачевный опыт, он меня уверил, «Кать, я тебя буду держать за руку, ты никакой травмы не получишь, и когда мы будем скатываться с тобой с купола, который прозрачный, там, в три этажа... На бешеной скорости. Да, на бешеной скорости, мы приземлились на маты, не волнуйся, с тобой ничего не произойдёт. Да, так же, как мы бежали на Багратионовском мосту, там вот эта вот такая вот есть палочка сверху, которая всего лишь 80 сантиметров, а ещё после дождя это всё было, она вот так вот прибежала под нами, и вот это было страшно. На самом деле, после чего на премьере мне вручили удостоверение каскадёров. А вот как она появилась в твоей жизни. Да, 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 да. Почему? Потому что не каждый соглашается, конечно, выполнять такие довольно-таки опасные и страшные трюки. И высоты не боишься? Боюсь, но к высоте привыкаешь. Садишь сначала на корточки, а потом встаёшь, а потом начинаешь двигаться, а потом уже входишь в роли, ничего не видишь, кроме цели. Катюш, что касается ролей на 18-й год, расскажи, завлеки нас, что мы увидим, что нам ждать? Что сейчас поднимает тебе настроение? Какие предстоящие события? Сейчас у меня закончились съёмки исторического фильма. Именно подчеркну фильм, потому что режиссёр отказывается называть его сериалом. Несмотря на то, что там 12 серий. Многосерийный фильм. Многосерийный художественный фильм. Действие происходит до Первой мировой войны. В основном там, конечно же, мужские роли. Разглашать сюжет не имею права пока, но у меня там очень хорошая и интересная роль. А тем более, вот эти исторические все костюмы, всё это грим, эти корсеты. Я не представляю, как жили в те времена бедные девушки, которые даже дышать не могли. А в дверь не могли пройти? Затягивали по-настоящему? Затягивали по-настоящему. Почему? Потому что, ну, во-первых, они сами по себе маленькие все эти костюмы. А если ты накануне съела капустный пирог, который самошел? Ну, есть накануне. Значит, терпи, как говорится. Вот. Это смотритель маяка. Он должен выйти, сейчас в стадии монтажа, должен выйти в этом году. В предстоящем, вернее, 2018 году. С 11 января я приступаю к съёмкам сериала «Учителя». Так. С Владимиром Давиченковым в главной роли, поэтому... Ох, партнёр какой! Да, партнёр замечательный. Потрясающе. А ещё у нас там любовная история. Тем более. Поэтому, да, ещё некоторые серии ещё разрабатываются, дописываются. Я сама не знаю, чем всё это закончится. Вот, пожелайте мне удачи. Мы желаем тебе... И пожелаем, знаешь что, чтобы ты писала в Инстаграме, когда, что, где смотреть. Обязательно. Обязательно я это буду делать. Ну, конечно же, я не могу тебя не спросить, как... Ну, я обещала нашим слушателям, телезрителям, как это даётся готовить особуку и иметь какой там у нас, наверное, эксцесс размер, да, Катенька? Ну, эксцесс из эксцесса соса. Я уже выбросила, выросла немножко. Ну, Екатерина, в роскошной форме. Это генетика. Обманывать не буду. И горные лыжи, Юль. Горные лыжи не так часто практикую, но люблю. Ну, фоточки постишь. Это моё, это моё, это моё, это моё действительно любимое времяпрепровождение. Считаю, что это, ну, не считаю, это мой единственный зимний вид спорта, которым я увлекаюсь. Как-то пробовала коньки, несколько уроков с индивидуальным тренером взяла, покатались за ручку, всё, я поняла то, что без тренера я могу остаться без головы. Оставила эту затею. Ну, коньки себе купила. Иншаков пальцем погрозил, наверное. Иншаков пальцем не грозил, но это действительно и лыжи, и коньки, это травмоопасные виды спорта, поэтому во время съёмок категорически это делать нельзя. Ну, вообще по спорту не безумно, да? То есть я не встречу тебя в зале каждое утро. В зале это меня не всегда, да. Во-первых, не встретишь. Во-вторых, чаще ты меня встретишь летом возле какого-нибудь озера или в каких-нибудь парках. Я имею в виду речки. Я очень люблю пробежки на природе. Очень люблю. Я бегунья. Вот, я думаю, это единственное, которое меня спасает. Полмарафон, марафон сколько вы выбираете? Нет, нет, нет. Ну, у меня в целом, где-то я пробегаю 6-7 километров. Хорошо. Да. Супер. Да, это хорошо. Начинаю с 4-х, если долго. И в плохую погоду тоже. В плохую погоду спортзал, беговая дорожка. Молодец. Вот я никак не могу Романа заставить бегать, мы с ним обсуждаем всю неделю его желание начать. Сейчас ты стала на шаг ближе к победе. Кать, пожелай зрителям, слушателям страны ФМ что-то для Нового года от себя, как ты умеешь. Ой, ну, друзья, Новый год, я все-таки считаю, это семейный праздник. У кого нет семьи, приобрести ее в Новом году. У кого она уже есть, чтобы семья разрасталась, расширялась. Чтобы в первую очередь в ваших сердцах, в вашем доме всегда царили любовь, взаимопонимание, уважение друг к другу, мир, конечно же. И в первую очередь будьте счастливы, любите друг друга и берегите свое счастье. Замечательное слово. И не ешьте майонез, дорогие друзья, берегите фигуру. Спасибо тебе огромное, что пришла к нам в гости, нашла время накануне Нового года. Мы были очень рады с тобой пообщаться, желаем тебе много хороших, качественных, крутых ролей. Будь счастлива, любимая, чувствуй себя любимой, крепкое у тебя здоровье, и пусть будет Новый год классно. И такого же блеска в глазах. Екатерина Архарова в гостях у страны ФМ. До новых встреч. Спасибо большое. Пока-пока.